Марс Аалам. Новый или не новый курорт на берегах Красного моря Египта. Сейчас будем узнавать в эти ближайшие минуты. Здравствуйте, меня зовут Владимир Мартыненко. Я являюсь директором канала Бомбарби ТВ, его ведущим, а также директором агентства «Горящий путевок» Smart Tour. Итак, Марс Аалам – один из трех известных курортов Красного моря Египта. Находится он южнее Кургады, 240 километров. В принципе, в 90-е годы это было излюбленное место европейских туристов – французов, итальянцев, швейцарцев, англичан. Туда напрямую прилетали чартеры. Я помню, где-то в далеком 2005 году планировался какой-то чартер из Москвы, даже в Марс Аалам, о Киеве даже речи не шло. Но с 2015 года, в принципе, чартерные программы Марс Аалам из города Киева летают нерегулярно, но в этом году повторились опять. Итак, как же добраться в Марс Аалам? Есть два способа, очень простых. Из любого города Украины вы можете долететь на всем известный, любимый курорт Красного моря – город Хургада. И затем нужно, конечно, проехать на автобусе от 4 до 6 часов на трансфере в зависимости от количества отелей по пути, куда будут завозить туристов из Украины. Или второй вариант. Сейчас открыта чартерная программа с октября уже, и, скорее всего, она будет летать по июнь месяц, а может быть и целое лето. Прямым рейсом также 4 часа прямо в Марс Аалам. И здесь уже трансферы в отели составляют всего от 10, максимум до 40 минут. Самый дальний отель Брай Кабы – один из излюбленных отелей, основателей чартерной программы и украинских туристов. Ну что же, прежде чем перейти к детальному описанию курорта, хотел бы уделить буквально пару секунд вашего внимания. Этой странице, этому сайту, на которой вы сейчас находитесь, это абсолютно новый проект сети «Агент с горящих путевок». Это проба, так сказать, уйти в будущее, продавать туры по-новому, экономить ваше время, экономить ваше здоровье, сделать покупку туров более быстрыми и безопасными. На этом сайте вы можете ежедневно, ежечасно общаться с профессионалами сети «Агент с горящих путевок», приобретать необходимые вам туры по очень приятным ценам, участвовать в акциях, в распродажах. На этой странице вы увидите актуальные предложения, которые будут обновляться ежедневно. Вы сможете самостоятельно приобрести тур, нажав на кнопку. Или же, если вам не подходят даты поездки, либо у вас какой-то состав, который не указан сейчас в предложениях, вы, может быть, один или у вас три взрослых человека, или большая семья, и вам необходима детальная информация. Вы можете нажать кнопочку «Хочу тур от эксперта», и я получу информацию от вас, и вам на нее отвечу. Если же у вас есть желание обратиться в турагентство классическим способом, вы можете нажать кнопочку «Выбрать агентство» и выбрать офис ближайшего агентства сети «Горящий путевок» в вашем городе. Ну что ж, продолжаем. Так, что же из себя представляет курорт Марсалам? Курорт сравнительно молодой, курорт не тронутый. В отличие от Хургады, которая пострадала наиболее при строительстве, где вырубили коралловые рифы, Шар-Мэль-Шейх, скажем так, менее пострадал или практически не пострадал, то Марсалам вообще не тронутый. Конечно, уже египтяне к этому времени, когда его начали осваивать, строить, уже берегли его как могли, потому что здесь очень большое количество национальных парков. Есть даже места, которые входят в топ-10 национальных парков планеты Земля. Есть коралловые рифы, которые не уступают большому барьерному рифу в Австралии, или даже превосходят его, считаются одними из самых лучших спотов для ныряльщиков, для снорклеров, либо для дайверов. Собственно, можно ли сравнивать курорт Кургады, курорт Шар-Мэль-Шейха с Марсалам? В плане цивилизованности, в плане отдыха на земле можно сравнивать. Шар-Мэль-Шейх, конечно, имеет, вы знаете, район Наама-Бей, либо район Хадаба, где можно отдохнуть, вести ночную жизнь. В Кургаде также мы имеем центральные районы, где можно гулять, променад. Здесь Марсалам – это курорт, который растянулся на многие сотни километров. Северная точка, город Эль-Кузейр начинается этот курорт, и до Суданской границы на юг Египта уже идет. Больших городов здесь нет. Здесь два города. Порт-Галиб – это искусственный город. Это попытка грданского шейха в свое время была построить маленькую египетскую Венецию. Красивое очень место, но толком курорт сейчас не работает. Практически завершен. Вы сможете во время посещения и отдыха в отелях Марсалам посетить его, посмотреть. Именно из Порт-Галиба отправляются лодочки, катера в различные заповедники, о которых я расскажу чуть позже. Вот, Эль-Кузейр, Порт-Галиб – два основных города, и потом бескрайние, конечно же, бескрайние дороги вдоль пустыни. В принципе, это главное отличие, скажем так, береговой линии Шарм-эль-Шейха Кургады от Марсалам. Тут вам ночную жизнь вне отеля будет тяжело найти, развлекательных центров, как таковых, нет, шопинг-маллов нет, поэтому его ценят те, кто любит уединение, те, кто любит перезагрузку и те, кто любит природу. Потому что, повторюсь еще раз, ни Хургада, ни Шарм-эль-Шейх своим подводным миром не могут и близко подойти в сравнение к курорту Марсалам. Продолжаем. Итак, курорт подойдет для тех, кто отдыхать любит с детьми, для тех, кто хочет релаксировать. Также есть отели, которые могут принимать компании. И, конечно же, это рай для дайверов и для снорклеров. Именно здесь настоящий рай для дайверов. Здесь можно найти дайв-деревни и дайверы здесь частенько. Профессионалы, конечно, берут дайв-сафари на лодках, на катерах, уходят на неделю в море, ночуют на катерах прямо и ныряют в глубоком море с животными, с дюгонями, с дельфинами, изучают подводный мир. Но особенности прибрежной линии и коралловых рифов отелей в том числе такие, что вы можете без особого оборудования получать такое же удовольствие, как получают его настоящие дайверы на больших глубинах. Просто из дому не забудьте с собой взять маску, ласты, трубки и занимайтесь снорклером, потому что здесь на обитании дельфинов, в морсаламе очень распространенные скопления дюгоний, больших черепах. Я сейчас чуть позже вам расскажу, в каких именно местах вы можете их увидеть. Многие отели находятся на территории заповедников, что позволяет гостям отелей не ездить на экскурсии и не тратить дополнительные средства, а именно каждый день до упаду, как говорится, до синевы в губах, купаться, наслаждаться, нырять и наслаждаться подводным миром домашних рифов тех или иных отелей. Если вам не подходят даты туров, которые сейчас есть на этой странице, просто необходимо нажать кнопку «Хочу тур» от эксперта, напишите состав семьи, длительность проживания и даты, которые необходимы вам для поездки, которые вас интересуют, и я вам отправлю подборку тура по отдыху Марсалам по любому из представленных отелей и даже больше. Рекомендованные отели курорта Марсалам. Самый излюбленный отель наших туристов, один из самых популярных, отель номер один. Всего в 40 минутах езды от аэропорта отель Брайка Резорт. Это комплекс из двух отелей, Ройл Брайка и Брайка Бэй 5 звезд. На данный момент Брайка Ройл закрыт. Это правая часть территории комплекса. Работает только Брайка Бэй, отель 5 звезд. Ну, в принципе, и отдыха на этой территории вам будет вполне достаточно, потому что территории огромные по сравнению с курортами, я вам говорю, уже Кургады и Шарм-эль-Шейха. Что из себя представляет отель Брайка Бэй? Это настоящий сад, настоящий оазис посреди пустыни. Можете себе представить, что в отеле работает 35 садовников, да-да, в данный момент, которые обслуживают огромное количество растительности на территории отеля. Отель находится в бухте. То есть, это что означает? Что здесь комфортно отдыхать в зимнее время и в период ветров, в начале марта месяца. Здесь не задувает никогда ветер и не бьет волна. То есть, во время шторма здесь, в принципе, всегда ровная вода, спокойная вода, что позволяет отдыхать и людям в возрасте, и гостям с детьми. Особенности пляжа Брайка Бэй тоже уникальные. Это песчаный пологий пляж с пологим песчаным, повторюсь, входом. Но в центре гостиницы есть такой подводный проход. Справа и слева коралловый риф. И вы можете нырять, наслаждаться подводным миром, смотреть огромное количество рыбок. Недавно в Брайка Бэй построили также еще и пирс. Можно еще и с пирса заходить. В Брайка Бэй недавно проведены реновации в номерах. Есть детский клуб, проводится анимация. И есть, собственно, дайк-центр. Напомню еще раз, что отель один из популярных, один из излюбленных для гостей из Украины, особенно для отдыха с детками. Отель номер 2, Нубян Хилтон. Всего 20 минут после перелета. И отель Нубян Хилтон. Один из самых изысканных отелей на побережье. Лично в нем был. Отель потрясает огромной территорией. Такой просторной, очень зеленая территория, ухоженная. Несмотря на кризисы разных лет, отель поддерживается. Напомню, что курорт Марса Алам это европейский курорт. Но европейский не на словах. Это курорт для европейцев. Европейцами строился. И они здесь отдыхали. Потому что, в принципе, до определенного года, по-моему, до 2009, он был вообще закрыт для бронирования для стран СНГ. Потому что там отдыхали только европейцы. Никого больше не хотели видеть. Отель Хилтон Нубян. Довольно свежая гостиница. Огромная зеленая территория. Большой просторный прохладный лобби. Хилтоны себе не изменяют. Марку держат. Находится отель в бухте Абу-Дабаб. Это и есть национальный заповедник, входящий в топ 10 мировых. Изысканный стиль, ухоженный отель, отличные свежие номера. Прекрасный пляж с пологим печатным входом. А справа, слева роскошные кораллы с огромным количеством различных рыб. Сюда именно заплевают дельфины и морские коровы. Можно увидеть мурен, барракут и скатов. Пантона в отеле нет. В бухте Абу-Дабаб проживают около 40 черепах, с которыми вы можете поплавать в море. И самое главное, без спецоборудования, просто привезя с тобой, напомню еще раз, маску, ласты и трубочку. Также на территории имеется дайвинг-центр. И персональные инструкторы обучат вам всем премудростям подводного спорта. Работают 6 баров, 4 ресторана, один из них рыбный на пляже. Посещение ресторана рыбного за все время отдыха один раз бесплатно. Отличное питание и качественные алкогольные напитки отличают эту гостиницу. В отеле проводят дневные и вечерние активные программы, скучать не придется. Больше бы этот отель я бы рекомендовал для пар, для любителей активного отдыха. Изюминка отеля, напомню, он находится в заповеднике. Одна экскурсия в подобный заповедник стоит примерно 30-40 евро, вход 9. Вы уже находитесь здесь и бесплатно. Можно забронировать также комбинированный тур. Проживание в отеле Брайка Бэй или Хилтон. Три ночи там или четыре ночи там. Или сколько вам необходимо. Неделя там, неделя там. Если вас заинтересовал отдых в данных отелях, оставляйте заявку, нажав на кнопку «Хочу тур от эксперта». Вы также можете обратиться в любое ближайшее агентство, в сети Агентств Горячий Путевок. В вашем городе нажмите кнопку «Выбрать агентство». Отель номер 3, The Three Corners Fire Rose номер 5. Один из лучших отелей региона европейского уровня. Отличное расположение. 10 километров от аэропорта и всего 3,5 километра от порта Галиба. Напомню, это маленькая венец. Была попытка местного шейха построить венец на берегах Красного моря. Итак, в отеле песчано-километровый пляж. Пантон около 400 метров. Есть три входа. Особенность этого отеля. Есть три входа для разной категории ныряльщиков. Первый вход, понятно, с берега по логе для начинающих. Второй вход – лагуна с черепахами глубиной 5 метров. Это если вы по пирсу идете. Дальше там у вас будет вход, можно будет спуститься. И в лагуне обитает 5 черепах, постоянно можно с ними поплавать. И третий вход – это, конечно, выход уже к роскошному домашнему рифу. Право-влево по километру, без шуток, можно нырять, смотреть подводный мир. Мурены, скаты – все здесь. Еще одна очень приятная новость – это для семьи с детьми в этом отеле есть закрытая лагуна, в которой очень удобно и комфортно будет купаться и плавать тем, кто не умеет плавать, либо кто отдыхает с маленькими детками. 15 минут от отеля прогулочным шагом бухта Марса-Мубарак. Та самая знаменитая бухта, куда привозят туристов, чтобы посмотреть дюгоня, которые приходят сюда на пастбище, попастись, пощипать травку. Особенности бухты – что пологий вход, она мелкая, вы можете увидеть ближе к берегу Каракатис. Если вы зайдете сами в море, с масочкой, напомню, еще раз поплавать, увидеть можете морскую корову и морских черепах, которые здесь прибывают сюда, как говорится, попастись и провести немножко времени. Потом они, конечно, к вечеру уплывают во своя си, там, где они обитают. Вот такие вот особенности расположения этой гостиницы. Напомню, Z-Recorners Fire Rolls, 5 звезд, отель европейского качества, отменные номера, питание. Территория отеля большая, зеленая, есть свой фруктовый сад. Есть в отеле такое правило, если вы отдыхаете более 6 раз, то в вашу честь высаживают дерево, называют его вашим именем, ставят табличку и ставят табличку с флагом страны, которую вы представляете. Также в отеле стараются репитерам, туристам, которые заезжают уже не первый раз в эту гостиницу, предоставлять тот же номер, в котором гость жил ранее, если, конечно, он ему нравился и как бы за собой его закрепляют. Вот так можно увековечить себя, отдыхая на берегах Красного моля в отеле Z-Recorners Fire Rolls, 5 звезд. Напоминаю, здесь вы можете увидеть стоимость туров в этот отель. Если вам дата не подходит, пожалуйста, сообщите мне, хочу тур от эксперта, я вам рассчитаю стоимость. Вот, и пришлю на любые даты, пожалуйста, можем все сделать. Напоминаю, что мы можем комбинировать отдых в Марсаламе, проживание 3 или 4 ночи, или сколько вам необходимо в одном из отелей, потом переехать в другой отель, например, побыть, жить в Брайка-Бэй, в Хилтоне, в Z-Recorners Fire Rolls, ничего для нас невозможного нет. Продолжаем. Гостиница Elfistone, 4 звезды, 30 минут трансфер от аэропорта Марсалам. Сразу оговоримся, пусть вас не смущает 4 звезды. Напомню еще раз, что курорт европейский, не на словах, а по-настоящему, поэтому уровень 4-звездочных отелей во Франции, в Испании, в Греции, вы знаете, насколько высок, здесь вас будет ожидать то же самое. Это не уровень 4 звезды Кургады, либо Шарм-эль-Шейха, это курорт для европейцев, построенный при контроле и поддержке самих европейцев. Отель имеет километровый песчаный пляж, есть свой понтон, отличный коралловый риф с подводными пещерками, много мелких и крупных рыб, приплывают сюда дельфины, есть и пологий вход в море, в территории очень много цветов, зелени гуляют, сапли. Номера большие и недавно отреставрированные. Есть одна особенность в отеле, 80% номеров с видом на море. Для кого? Идеально для семейного отдыха, для романтического отдыха и отдыха в компании и друзей. Часто по этому отелю лучшее сочетание цены и качества. Повторюсь, пусть вас не смущают 4 звезды на фасаде этого отеля, они могут дать фору многим пятеркам Шарма и Хургады. И отель номер 5 в моем топ-5 Марса Алам отелей, это комплекс Royal Tulip, Magic Tulip, трансфер всего 15 минут. Здесь мы проживали в этом отеле непосредственно, на одном из своих фестивалей в Турдоме, несколько лет назад. Отель имеет огромную территорию, особенно здесь свой почти километровый понтон, но потрясающий коралловый риф, безумной красоты. У меня жена уходила с утра, с самого рассвета смотреть рыбок, потому что когда солнце со стока заходит, освещается риф. Это очень самое идеальное время, когда ты можешь увидеть все на свете. Потому что после обеда, когда солнышко заходит за спину уже, уже такое, скажем так, видно, но не такие краски иногда, она могла пропустить даже завтрак. Наслаждалась купанием до мурашек на коже, и уже просто выходила, когда ее трясло от холода. Хотя она не любитель купаться и вообще не любитель нырять. Но здесь она ныряла и с детским восторгом. Рассказывала мне, что она видела, пока мы в это время с коллегами были на кайт-станции, которая находится слева от отеля. Это прекрасная станция, где вас обучат, поставят на кайт. Можете брать хорошие пакеты, очень хорошие цены. Отель часто идет на довольно, скажем, хорошие акции, делает скидки на массажи, на пакеты в спа-центре. Большая гостиница включает в себя 5-4-звездочные отели. И сейчас, в этот период, если вы покупаете отдых в 4-звездочном отеле, территория которого и сервисы которого не функционируют, то вы можете пользоваться всеми услугами, сервисами отеля 5-звезд Royal Tulip. Кстати, здесь открыт аквапарк с 12-горками, который функционирует. Вот здесь мы отдыхали, наши коллеги отдыхали с детками. И, в принципе, есть детские отделения, бассейны. Ну, раз уже работает аквапарк, на тот период его не было, то, конечно же, рекомендую сюда ехать на отдых с детьми. То есть, в отеле мы имеем километровый пирс, пологий вход в море, лагуну, кайт-станцию, дайв-центр. Отель отличный по питанию. Конечно же, все здесь на высшем уровне. Различная кухня меняется каждый день, ничего не повторяется. Ну что же, чем занять себя, скажете вы, проживая в отелях, если вдруг вы возьмете больше, чем неделя, 2 недели, 21 день, может, вы захотите перезимовать в этом регионе. Я вам скажу, регион очень богатый. На юге, ближе к границе Судана, находится настоящий оазис, национальный парк. По всему побережью национальные подводные парки. Сама пустыня по себе очень удивительное место. Нам всегда казалось, мне всегда казалось, что пустыня, Синайская пустыня, либо Фургаде, что она сегодня ничего не представляет. Но что Синайская пустыня, что вот здесь Марсалами. Я первый раз посетил бедуинскую деревню. Конечно, был поражен. Какая она цветная, какие есть интересные места. Сколько тут животных обитает, сколько всего можно увидеть. А если еще заехать безлунную ночь вечером с бедуином в гости на шоу Дервиши, на ужин, и когда вас вывозят потом, уже по пути домой, вывозят на открытое пространство, уже темно, и нет луны, можно наблюдать. Просто красивейшее небо, звезды. Жалко, что телефоны, конечно, не могут фиксировать это. Поэтому, если вы фотолюбитель, у вас есть специальные объективы с фильтрами, фотографировать ночное небо, вы получите редчайшие кадры, незабываемые. Ну, а так, в принципе, в памяти у вас тоже это останется, потому что, я думаю, такие вещи остаются навсегда. Это будут самые яркие моменты. Теперь вернемся более конкретно к экскурсиям. Первое. Я бы хотел напомнить вам, что это заповедник Марса Мубарак. Там обитают морские черепахи, коровы. Жителям отеля Fire Rose, в принципе, все равно, потому что они находятся рядышком. Вход туда им бесплатный. Пожалуйста, могут ехать, купаться, отдыхать. Те, кто отдыхают в Хилт, они могут иметь удовольствие ежедневно видеть порядка 40 черепах. Огромное семейство обитает, огромные, большие такие черепахи. Купаться с ними, плавать. Помимо этого, конечно же, созерцать коралловый рифт. Но если вы не живете в этом регионе, то Абу-Дабаб. Очень интересное место, богатый заповедник. Приезжайте на экскурсию также сюда. Дом дельфинов. Самое большое скопление спиралюидных дельфинов, с которыми можно поплавать тут же. Это нечто фантастическое. Они с вами играют, они идут с вами как с тайками. Они как будто бы, знаете, когда я показываю в кино, летит большой транспортный самолет, два истребителя сопровождают его там. То же самое может быть и с вами, когда под водой вы ныряете, дельфины сопровождают вас парой. Что-то пытаются, может вам сказать, заглядывают вам в глаза, подплывают. Вот это их место обитания. В принципе, конечно, они могут уходить в море на кормление, либо поедут по своим делам, но чаще всего их можно увидеть именно в доме дельфина. Рекомендую посетить. Примерно на этой параллели Марсалам находится вглубь страны, на Нил, если переехать, находится Асуан и Абусимбел. Можно увидеть Асуанскую плотину знаменитую, храм Исиды, многие другие древнеегипетские храмы, карнахские и прочее, прочее. Можно посетить Луксор, можно съездить в гости к бедуинам, на любом транспорте, на комплексе квадроцикла, на верблюдах или на джипах, на хороших Тойотах, сделать себе джип-сафари, посетить бедуинскую деревню, посетить вечернее шоу Девлиши, попробовать, что на ужин приготовят бедуины и потом наслаждаться ночным небом. Кстати, я заезжал на одну шахту по пути в бедуинскую деревню, и там прямо мне местный шахтер подарил такой камушек маленький, ну не мне, моей дочери, маленький камушек с золотыми вкраплениями. Там есть золотая шахта, не знаю, сейчас она работает или нет, тогда там еще люди были. Напомню, что два крупных города, Порт-Галип и Эль-Кузейр, вы можете посетить, походить по городу, Эль-Кузейр в принципе имеет рынок небольшой, вы можете там купить манго, какие-то овощи, но скорее всего только манго, потому что я там был такой, он скажем, своеобразный местный, это варится. Но в Эль-Кузейре очень много проживает рыбаков и, соответственно, много рыбных ресторанчиков. Вы можете вечером на закате в ресторане заказать себе изысканное блюдо по нормальным ценам, провести хороший романтический ужин в рыбном ресторане в городе Эль-Кузейр. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все, детали я могу сообщить. Уже лично не буду сейчас отнимать ваше время, напоминаю, что на этой странице я подобрал для вас туры на отдых в отелях Марса, Алан. Туры меняются каждый день, отели я тут тоже здесь тоже буду менять. Рассказал я вам всего про 5 гостиниц, это, конечно, очень мало, но это мой топ-5. Про остальные десятки я могу вам рассказать в личной переписке, оставляйте, пожалуйста, ваши запросы, заявки, с удовольствием отвечу, подберу вам тур. Вот, добавляйте эту страницу, наш сайт в закладке своего компьютера, потому что, напомню, это новый проект, ежедневно в каждом окошке появляется новая информация, наши коллеги, эксперты будут рассказывать о турах на любую тематику, отдых с детьми, взрослыми в Египте, в Турции, где вы хотите, в Доминикане, в Мексике. Вы сможете получить квалифицированную консультацию, заказать себе туры по наилучшим ценам, абсолютно безопасно, качественно и комфортно, для этого мы и работаем. Ну что ж, не болейте, всего хорошего, с вами был Владимир Мартаненко, сеть Агентств Горящих Путевок, оставляйте заявки на связи, до свидания.